Всем привет! Порт USB Type-C наконец-то полностью искоренил разъем microUSB на мобильных устройствах, ворвался в нашу жизнь, добавив удобства в использовании. USB Type-C – это спецификация разъема и кабеля, где могут использоваться протоколы USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 и т.д. для передачи данных или подачи питания. Сам коннектор насчитывает 24 контакта по 12 с каждой стороны, где каждый контакт реализует разные возможности. Например, эти четыре пары используются для реализации режима USB 3.1, для сверхбыстрой передачи данных до 10 Гбит в секунду. Эти четыре контакта используются для реализации USB 2.1. Также возможны альтернативные режимы. Режим DisplayPort – для передачи видео-аудио высокой четкости. Mobile High Definition Link – сокращенно MHL – также для передачи видео-аудио. Thunderbolt – для максимальной скорости передачи данных и режим HDMI. Чтобы воспользоваться альтернативными режимами DisplayPort и HDMI для трансляции видео-аудиосигнала с ноутбука или телефона на внешний монитор, используется кабель-переходник. Для режимов MHL и Thunderbolt используется стандартный Type-C кабель. Все это очень замечательно звучит. Один порт USB Type-C, как швейцарский нож. Но есть одно уточнение. Производитель телефона, ноутбука, кабеля и других устройств, где используется USB Type-C, может не реализовать все эти альтернативные возможности, как программно, так и технически, с целью экономии затрат. И вы получите обычный порт USB Type-C для зарядки и небыстрой передачи данных. Какой протокол или альтернативный режим поддерживает порт USB Type-C в вашем устройстве, можно узнать в характеристиках. Например, порт USB Type-C у POCO X3 NFC с протоколом USB 2.0 обладает не самой быстрой скоростью передачи данных, альтернативных режимов не заявлено. Вместо 24 контактов всего 12. Поддержки MHL нет, картинку передать на ТВ не получится. Но есть решение от китайцев. Кабель-адаптер Unlink USB зеркалит изображение телефона без поддержки MHL на внешний монитор. Смею предположить, что это достигается путем захвата изображения экрана телефона специальной программой EasyCast. Кодируется видеоформат, далее через разъем телефона передается этот видеофайл. Принцип такой же, как передача файлов через кабель USB. Адаптер подхватывает этот файл, конвертирует его и переводит в видео сигнал на ТВ с помощью HDMI. Все это происходит быстро в режиме реального времени. Качество или задержка выводимого сигнала зависит от версии протокола USB Type-C, скорости передачи и мощности вашего телефона. Совсем скоро на Алиэкспресс стартует черная пятница. Можно приобрести товары по выгодной цене. В описании под видео указал ссылки на хорошие скидки. Добавляйте товары в корзину и дожидайтесь начала распродажи. Удачи! Если ваш телефон поддерживает режим MHL, то такая же поддержка должна быть и со стороны ТВ. Обычно это прописывается в скобках на ТВ. Если не поддерживается, покупается вот такой адаптер-переходник MHL. Есть и другие способы передачи изображения на ТВ. Например, в оболочке от Xiaomi есть функция трансляции изображения с телефона на ТВ с помощью Wi-Fi. У Galaxy Note 9 поддержки MHL отсутствуют. Это можно проверить в характеристиках телефона на сайте MHL или установить приложение MHL Checker. Зато в Note 9 реализован немного лучший режим, чем MHL. Это DisplayPort, позволяет выводить видео в 4К 60fps со звуком, режим HDMI и беспроводная технология Smart View. Режим DisplayPort и HDMI вместе со специальным программным обеспечением Samsung назвала DeX. Ранее, чтобы воспользоваться этими режимами, требовалась специальная док-станция Samsung DeX Station, в которой для предотвращения перегрева был встроен кулер, охлаждающий заднюю панель телефона. С выходом Galaxy Note 9 для использования режима уже не требуется док-станция. Можно использовать переходники USB Type-C на DisplayPort или HDMI. У меня вот такой порт-репликатор. В данном образце имеется два USB 3.1, скорость передачи данных до 5 Гбит в секунду, один разъем Type-C и HDMI-выход с возможностью транслировать 4К видео. Питание данного репликатора осуществляется только от шины подключенного устройства, в данном случае от Note 9. А режим DeX очень энергозатратный, приходится использовать беспроводную зарядную док-станцию. Samsung Galaxy Note 9 в комплекте с беспроводной зарядкой заказывал на Алиэкспресс. На канале есть видео распаковки, ссылка в описании под видео. Благодаря программному обеспечению DeX выводится второй экран АТВ, а не просто зеркалится экран телефона. Мы видим рабочий стол, где можно размещать любые иконки программ, как на ПК. Телефон можно превратить в сенсорную панель и управлять так же, как мышкой. Тут такие же иконки, как у телефона. Это доступ в меню приложений, а это просмотр запущенных приложений. Можно выбрать аудиовыход, телефон или устройство отображения, в данном случае это ТВ. Запустим видео в 4К. Отображается без задержки, с оригинальным качеством картинки без сжатия и артефактов. Звук вывожу на домашний кинотеатр с помощью оптического кабеля Task Link через ТВ. Параллельно на телефоне я могу без ограничений использовать любые приложения или отключить экран телефона. Подключив клавиатуру и мышку, получится полноценная компьютерная станция для использования андроид-приложений. Чтобы использовать клавиатуру и мышку в играх, нужны доп. программы. Я для этих целей использую DualShock 4 по Bluetooth. К счастью, множество игр поддерживают данный геймпад без всяких доп. программ. Играть на большом экране одно удовольствие – отклик молниеносный. Но в требовательных играх выходит сообщение о перегреве устройства. Хоть и тактильно это не чувствуется. Тогда я просто убираю телефон с базы и кладу на стол, и можно дальше играть. С таким альтернативным режимом разъема USB Type-C открывается множество сценариев использования. Это очень помогает быть мобильным, где бы вы не находились. Далее будем подключать различные USB-устройства к Poco X3 NFC. Также протестируем скорость передачи видео с флешки на телефон. Подключим порт-репликатор к Poco X3 NFC. Начнем с флеш-накопителя USB 3.0 формат FAT32. Через любой файловый менеджер можно получить доступ к флешке. Открываем фото. Ворд-документ. Воспроизведем видео в 1080. В 4К. Воспроизводится без задержки. Протестируем скорость передачи видео 1080 с флешки на телефон. Файл весит почти 1 гигабайт. Протестируем скорость передачи на Note 9. 1 гигабайт передался за то же время. У обоих телефонов используется флеш-память стандарта UFS 2.1. За счет этого достигается быстрая запись файлов памяти. Картридер с быстрой microSD тоже работает. Далее жесткий диск на 1 терабайт. Формат NTFC. Воспроизведем видео в 4К. Воспроизводится без зависаний. Беспроводная мышь. Свой радиоканал. Правильно определил название. Беспроводная клавиатура Bluetooth. Тоже правильно определил. Протестируем Word. Чтобы клавиатура на экране не мешалась, есть специальный пункт для отключения. Это конечно хорошо, что можно подключить мышку и клавиатуру, но удобнее использовать все это с выводом картинки на внешний дисплей. DualShock 4 по кабелю опознал. Геймпад Xbox One не видит, хотя Galaxy Note 9 его распознает. Дрон Mavic Mini. Получится ли получить доступ к карте microSD? Фига. POCO X3 начал заряжать дрон. Хватит раздавать свою энергию, у тебя же прожорливый дисплей с IPS матрицей 120 Гц. Ты че творишь? А вообще телефоном можно заряжать другие устройства, такие как беспроводные наушники, геймпады или телефоны. Подключив телефон с помощью переходника USB Type-C на USB, получим доступ к памяти телефона. Наушники 2005 года с микрофоном подключаются через USB. Звук через стандартный плеер не пошел. В других приложениях звук выводится на наушники. Проверим микрофон через диктофон. Работает. Микрофон с электретным капсулем и чипом Realtek. Не работает. И напоследок BOSS в виде принтера Samsung. Черный-белый, лазерный. Не видит. Нужно скачать с Play Market приложение Samsung Mobile Printer. Подключаем. Принтер распознался. Открываем документ. Нажимаем печать. Печатает. Сейчас активно развивается беспроводное подключение периферийных устройств. Может быть по этой причине вышедший разъем USB Type-C версии 1.0 в 2017 году больше не подвергался улучшению. Ну или с его различными протоколами пока достаточно для нынешнего времени. Хорошо, что USB Type-C поддерживает старые протоколы передачи данных. Я могу подключать устаревшие в плане подключения устройства и продолжать ими пользоваться. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, суйте кабели в проверенные разъемы. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok